В Варшаве двое украинцев обманули банкомат на несколько тысяч злотых. Автобус Киев-Врослав попал в аварию и не доехал до Польши. Евросоюз выделит Польше немалую сумму. Пускай живет гастрономия. Лучшие рестораны Врослава организовали фестиваль еды. Два миллиона злотых для самой привитой гмины. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Нестерович Екатерина и это новости INPOLAND. Мы начинаем. Хочешь законно остаться в Польше и получить карту побета? Команда INPOLAND поможет сделать тебе все документы для легализации. Звони по номеру, написанному на экране. Пешеход вышел на дорогу. Водитель пытался, избежая столкновения. В результате автобус съехал с дороги и упал в кувет. Авария произошла в субботу ночью 17 июля на дороге между селом Крупец и городом Радивиллов в Ровенской области Украины. Были госпитализированы 16 человек. Состояние четверых пассажиров тяжелое. Всего в транспортном средстве было 40 человек. Спасатели помогли десятерым пассажирам покинуть автобус. Одного освобождали с помощью специнструмента. Мужчину зажало сиденьями. 15 раненых перевезли в больницу в Радивиллове. Врачи говорят, что большинство людей находится в стабильном состоянии. Четверо пострадавших находятся в реанимационном отделении. Два человека уже перенесли операции. Написал глава Ровенской областной администрации Виталий Коваль в Facebook. На месте аварии работали 20 спасателей и 5 машин спецтехники. Полиция расследует обстоятельства ДТП. Житель Варшавы сообщил полиции, что второй день подряд двое мужчин подъезжают к банкомату и выносят деньги. Полицейские понаблюдали и вмешались. По автомобиле сидели двое граждан Украины, которые утверждали, что им нечего скрывать, что они не имеют запрещенных вещей и вообще они ничего плохого не делали. Обыск показал совсем другое. У обоих мужчин были удостоверения личности, выданные в Словакии с их фотографиями, но данные от совершенно других людей. Машина была взята в аренду. Правоохранители нашли много наличных. Более 16 тысяч злотых, 4,5 тысячи долларов, чешские кроны, гривны и рубли. А также 18 мобильных телефонов, столько же платерных карточек и банковскую документацию. Сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью провели проверки, наладили сотрудничество с банками и на основе собранных доказательств выдвинули мужчинам три обвинения. 23-летний и 25-летний граждане Украины понесут ответственность за использование фальшивых удостоверений личности и две финансовые махинации на сумму в несколько десятков тысяч злотых. Подозреваемые по решению суда временно арестованы. Дело расследуется и не исключены другие обвинения. Европейская комиссия планирует выделить 13 миллиардов евро для Польши в новом социальном климатическом фонде. Данные средства Варшава должна будет вложить в программу по борьбе с изменением климата. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Лейн сообщила на своей странице в Твиттере. Фон дер Лейн отмечает, что Польша станет крупнейшим в ЕС получателем средств и социального климатического фонда. Это связано с энергетической трансформацией республики, запланированной на ближайшие 10 лет. Варшава должна избавиться от угольной энергетики и перейти на более экологичные источники энергии. Также Европейская комиссия уже выделила Польше 47 миллионов евро на финансирование пяти проектов, связанных с модернизацией железнодорожной инфраструктуры. Европейская комиссия отобрала проекты, которые посчитала наиболее важными для создания и развития транспортных маршрутов в Европе. Она профинансирует, мимо прочего, разработку проектной документации на строительство железнодорожного туннеля Дального соединения в Польше. Премьера новых блюд, встречи шеф-поварами и обзоры лучших врославских ресторанов. Все это ждет участников в этом году на фестивале гастрономии во Врославе. Любимая кулинарная вечеринка возвращается. После многих месяцев перерыва был объявлен большой возврат гастромяста. Уникального пространства, в котором жители и туристы могут отведать блюда признанных шефов врославских кухонь, открыть новые места на гастрономической карте города и провести уникальное время в атмосферном месте. Около 25 ресторанов представят свои блюда, а это означает, что что-то для себя найдут любители суши, вегетарианских блюд, морепродуктов, экзотических и традиционных вкусов и, конечно же, любителей сладостей. Гастромиасто – это фестиваль, который проводится во Врославе от 2018 года. В 2018 году организовали шесть импрез, в 2019 году еще шесть. В прошлом году, впрочем, не успел, потому что была пандемия. И в этом году организовали три импрезы здесь, в Броваре Мешчаинском, во Врославе. Это фестиваль, которые имеют 130 лет. И запрошемы в самые лучшие врославские ресторажи, чтобы выставили себя в одном месте и представили разные кухни в мире. Главные цели – это промоцира этих рестораний, чтобы можно было познать их, чтобы промоцировать именно тех лучших, тех, которым они хотят, которые стараются. А с другой стороны, мы тоже хотим показать ładные места в Врославе, такие, которые не так очень знаны. Каждый может пригласить себя, и много рестораний пригласит себя. Для меня самое важное, чтобы это была очень хорошая, качественная кухня. То есть, я должен проверить, я должен спросить, я должен поговорить с блогерами, которые занимаются этим. Первый выпуск прошел 16-18 июля в Мещанской пивоварне. Второй и третий выпуски пройдут с 30 июля по 1 августа и с 13 по 15 августа. Не пропусти один из лучших фестивалей еды во Врославе. В Польше центральная власть всячески побуждает жителей к вакцинированию. Кроме лотереи для вакцинированных, теперь власти предлагают награду в 2 миллиона злотых для гмины с наибольшим количеством привитых жителей. В конкурсе объявленном правительством можно многое выиграть. В рамках проекта «Лучший вакцинированный муниципалитет» в больших городах предусмотрена премия в размере 1 миллиона злотых для города с самым высоким процентом вакцинированных лиц. В свою очередь, в общенациональной категории на тех же принципах лучше всего привитый муниципалитет получит до 2 миллионов злотых. Первые 500 гмин, которые достигнут порогов 67% привитых, получат призы в размере 100 тысяч злотых. В рамках продвижения вакцинации власти города предоставляют «Шепчобус» – мобильный пункт вакцинации, прививки для бездомных и доставка прививок для пожилых людей и инвалидов. Во Вроцлаве ежедневно вакцинируются около 1000 человек, что ставит город в авангарде в этом отношении. А теперь к другим новостям. В Польше подали законопроект, закрывающий лазейку для магазинов, которые торгуют по воскресеньям, перекрываясь представлением почтовых услуг. В последний день недели смогут работать только те магазины, где почтовые услуги преобладают над торговлей. Решение еще не вступило в силу. Правительство Польши готовит законопроект, предусматривающий введение конфискации автомобилей у лиц, замеченных в нетрезвом вождении. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий. Премьер-министр также привел статистику, что за прошлый год в Польше полторы тысячи водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, попадали в ДТП. Администрация города Зеленогура. Разыскивает гражданина Беларуси, чтобы его поблагодарить. Александр, приехавший в Польшу на заработки, по своей инициативе убрался в городском лесу. Глава города Януш Кубицкий выложил в социальных сетях фотографию беларуса с мешками с мусором, сопроводив ее комментарии. Посмотрите, вот как можно нас всех пристыдить. Может, кто-нибудь знает, кто этот человек? Александр ответил мэру. Просто мне здесь нравятся и люди, и природа, и город. Городской совет оценил поступок Александра и хочет лично его поблагодарить. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий в Польше. Всего вам доброго! Увидимся через неделю. Продолжение следует...